Здравствуйте, любители японской культуры и архитектуры! Сегодня я покажу, как меняют подгнившие колонны в деревянных зданиях и сооружениях Японии. Это распространенная проблема в силу того, что высокая влажность и не совсем иногда грамотно подобранный материал для основания. То есть это камни, которые впитывают и, соответственно, проводят воду грунтовую. То есть видно, что земля очень влажная, мох, трава, рядом река, и как бы все это гниет. То есть и порой приходится менять. То есть в нашей ситуации сначала была идея заменить только основание, нарастить, но потом при ближайшем рассмотрении, так скажем, выяснилось, что все опоры разного размера, потому что это просто стволы деревьев, грубо говоря, и их целых аж 20 штук, и поэтому, в общем-то, принято было решение не заморачиваться так сильно и просто заменить на новые. Сейчас я покажу, как все это будет происходить. Колонны нумеруются, чтобы потом при замене знать точную длину и размер, если где-то какие-то особенности, чтобы было понятно, какая была на каком месте. В основании колонны такие вот камни. В чем их проблема? Эти камни в том, что они впитывают и удерживают воду. То есть это такие пористые камни. Не знаю, почему они их используют, но результат такой, что болты, на которых было все это закреплено, они превращаются просто вот в такие штуки. То есть все это проржавело насквозь. Но как бы суть даже не в болтах, а в том, что и дерево, соответственно, тоже оно гниет. И просто я покажу. Это еще не самый страшный вариант. То есть есть колонны, которые просто загнили там уже вот так. Подниматься будет таким 10-тонным домкратом. Сразу в нескольких местах, наверное, 3-5 точек будет, чтобы поднять всю, как бы, эту сторону, да? Пока выглядит все это вот так. Достали первую же опору. И тут же сюрприз для тех, кто думает, что в Японии все идеально. Я думаю, заметят, здесь вот неладное шип. Шип выполнен очень маленького размера и просто по бокам прибиты элементы, чтобы ширина совпадала с шириной паза. Отгрузили кипарис. Колонна сечением 180 мм. Запах невероятный. Очень вкусный. И также здесь у нас идут лепешки медные, которые будут служить прокладками между каменным основанием и, собственно говоря, низом колонны. Вот, сейчас будем это все размечать, запиливать. Вот такой станок используется для этой процедуры, для запиливания шипа. Сейчас, парни, наклеивают бумагу, чтобы разметить линию по периметру, чтобы точно совпали концы. Потому что, если на прямоугольной детали это сделать можно при помощи угольников 90 градусов, то на цилиндрической, в общем-то, сложено. Поэтому, самый простой способ, просто наклеить достаточной ширины ленту, чтобы она облегала, и она придет в ту же точку, откуда вышла. Вот здесь натянуты две линии. Это тоже сделано для того, чтобы разметить осевую линию. Почему две? Потому что, если натягивать одну, то может быть смещение. И две линии натянуты на одной оси, как бы, да, они находятся. И смотришь сверху, и точно приходит линия в ось. Вот здесь отмечена ось, центр. Японцы, ну, в некоторых случаях, размечают прямо на заготовках, когда это какая-то черновые детали. А когда это идет отделка финишная, либо наружные части, которые видно, они наклеивают ленту и уже по ней размечают. Здесь выполнена разметка шипа, и сейчас я нахожусь на полпути к отделению ненужных кусков элемента. Хотели делать на вот этой штуке, но из-за большого размера заготовок какие-то были там вибрации, неточности. В общем, не получилось сделать так точно, как хотелось, поэтому проверенный способ решает. Для выбирания пазов под болты крепежные будем использовать вот такую приспособу. Я вчера собрал на коленке под фрезер. Сейчас сделаю, покажу, как получается. Вот с помощью такой двусторонней приспособы, которую я показывал ранее, выбирается вот так вот пазы, чтобы сюда закрепить элемент металлический, да, и потом его вот такими вот болтами прикрепить к фундаменту. С двух сторон так и делается. Приветствую. Мы почти закончили замену столбов. Я хотел показать в законченном виде, но боюсь, уже сейчас сменеет, скоро остался один у нас. Вот, и просто будет темно, поэтому я сейчас покажу. Но, в общем-то, в принципе, тут как бы ничего особенного, что можно было бы показать и всех поразить. Но, в общем, просто, может, кому интересно. Сейчас покажу. Все встает на свои места и принимает законченный вид. Да, кстати, это вот шип углового столба. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот она, последняя, родимая осталась. Ну вот. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Если какие-то вопросы есть, задавайте, постараюсь на все ответить. Если получится приехать туда еще раз в ближайшем времени, то покажу уже в законченном красивом виде. Пока.